После того, как пацаны уехали из Доминиканы, я остался там и решил отправиться на остров Мертвых Черепов. По легенде, этот остров проклят, и оттуда никто не возвращался. Там со мной происходили паранормальные вещи, и я чудом остался жив. Такое ощущение, что с этого момента меня преследует какое-то проклятие. Так как въезд на этот остров был нелегальный, меня депортировали из Доминиканы. Но тут я прилетел в Ужгород. Это самая дальняя точка Украины, и меня встретил Эскобар, чтобы отвезти в Киев. По пути в Киев ремонт дороги заставил нас вернуть в лес. Я решил протестировать новый коптер, он потерял сеть и упал в трех километрах от нас. Дрон потерял. А когда мы нашли коптер и решили посмотреть, как вернуться назад, мы увидели, как угоняют нашу тачку. Поскольку не было никаких зацепок, мы решили все бросить и любым путем доехать в Киев, так как я должен был успеть на детектор лжи. Дальше, когда я собирался позвонить полицейским, Эскобар вспомнил, что он забыл свой телефон в машине, и у нас появилась зацепка. Локация на телефоне Эскобара, и я сразу отправился именно туда. На месте я нашел огромный дом банды угонщиков. Когда я нашел машину и хотел уже уехать, меня все-таки схватили. Пацаны, пацаны, это моя тачка, не гони, не гони. Что происходило дальше, я должен был опубликовать на канале Респект, но проклятие меня носило и там. При загрузке ролика, Ютуб накладывал на него бесконечные жалобы. Я пробовал загрузить ролик более ста раз. И судя по всему этому, я получил низкий статус верификации канала. Конечно, это еще связано с тем, что ролик очень опасный. Поэтому у меня остался один шанс опубликовать его на канале, где кредит доверия от Ютуба очень высокий. Здесь мне пришли на помощь мои друзья Magic Five. Я знаю, что после этого ролика у вас будет очень много вопросов. Поэтому я заранее ответил на них у себя на канале. И как только досмотришь этот ролик до конца, переходи по ссылке в описании на мой канал. И я жду тебя там. Снимите мешок, пожалуйста, а тут подышать нечем. Все что, пытки? Нож, топор. Проход какой-то. Это единственное мое спасение, если честно. Туда! Игорь, вот он! Вот собака грех! Стой! Скажите, пожалуйста, что это все шутка. Мужики, может давайте как-то это понормально побазарим. Я могу вам денег дать. Просто скажите и просто я как бы привезу. Снимите мешок, пожалуйста, тут подышать нечем. Алло, тут кто-то есть? Мужики! Все. Хорошо, хорошо. Где я? наручники еще чуть-чуть как эти наручники снять сработает ремень ты что бесконечный там лопата сюда иди сюда давай 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 соберись батя шарит батя из таких жопа выдирался наручники ну был же здесь нож канцелярский что-то есть похоже на ключи заработать и проходи курсы фокусников на открывал их уже как-то какого хера хочешь замочек вот тут нащупать херню димой тушенка падла ты же меня учил телефон телефон где телефон вот это вот пи**лась фигать что пи**л кто это нахуй кто это телефон а какой пароль на телефоне у него 3 4 1 3 4 1 2 сейчас выключится до 1 процент твою мать почему когда вот один процент и всегда пауэрбэнк вставляешь включается давай давай быстрее включать давай 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 72 процента пауэра карта блокирована как взял какую-то место и так и спик самый первый отсюда потому что если эти вернуться то мне точно это отрежут так ладно пауэр взял взял панель какой-то какой-то что вообще происходит вещи какие-то тупо обгоревший кроссовок какой-то нормальный телефон стоп еще один кроссовок 44 у меня 45 попробуй может налезть что тут происходило стекло разбил чехол с него с этого телефона и я не пойму это какой-то прикол или там в натуре что это такое что это такое что это за пи***ец что это за пи***ец это что это ч так за дичь Нож, топор, газовая горелка. Это что за п***ц? Это что, пытки? Это что, реальная кровь? Это реально жестко. Скажите, пожалуйста, что это все шутка. П***ц, это не может быть труп. П***ц, там реально был труп без головы, п***ц. Там труп, п***ц. Это п***ц. Это п***ц. П***ц, это п***ц. П***ц, ёб твою дырку. П***ц, ёб твою дырку. П***ц. Я слышал, они там. П***ц, кто, кто, кто. Они помешали в другую сторону. Чисто теоретически, если я залезу на этот высокий дом, я смогу увидеть, где есть люди, пойти к ним. Это, по-моему, это единственное моё спасение сейчас. П***ц, я наху ещё подвернул больную. Короче, вот это здание. Не уверен, если я залезу на крышу, я по-любому увижу или какую-то машину, или какую-то цивилизацию. Хотя бы буду знать, в какую сторону мне идти. Это дом тупо моё спасение. Сейчас возьму, просто вытащу камеру, посмотрю, там кто-то есть или нет. Короче, по-худу, никого нет. По-худу, никого нет. Или они тупо запрятались где-то, и меня выжидают. Ладно, короче, на счёт три. Раз. Два. П***ц, я еб***ц правород. Всё, б***ь, будь мужиком. Ты не ссык, б***ь. Ты не ссык, б***ь. Рыжик. Я не знаю куда мне идти. Куда ты по ступеньке? Куда ты по ступеньке? Ах... Хух... Та б***ь... Это круто. Та б***ь, не убасываю. Здесь очень опасно. . 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 там походу есть озеро, а если есть озеро, значит там по-любому будут люди тут еще есть один спуск, я сейчас жду, когда они поднимаются сюда наверх, слышу голос и быстро спускаюсь по этой стороне и тогда мы разменемся и тогда я смогу добиться надо идти в озеро идут идут тихо, тихо, тихо вон внизу, бежи пошел нахуй сука уаааа бля за самбо нахуй балла спр***ться бля бля дур я живой я живой я живой я живой бля Остаться уже в 3 серии Пошли Выб*** вас лохи Бл*** свои бандиты Озеро Озеро Бл*** какое-то По-любому нету здесь люди Бл*** как-то очень быстро потемнело Ни хрена не видно Сейчас включу на айфоне ночную съемку Потому что фонарик очень сильно палится Надо заныкаться Жора, какого хрена ты отъехал вообще? Я в спинал слизи немчета Да ты жду Кто этого должен дать мне въехать? Я, а ты где был? Ну я, а ты шо покакать? Я с живот скурил Бл*** никакой посрать Бл*** никаких следов на воде не вижу Бл*** сколько ты страл, я не понимаю где Бл*** Иди, один туда пошел, один туда Ири, иди сюда В ту сторону Ну что он, камышат Бл*** Бл*** явно где-то был здесь Я видел фонарик горел Там тоже все чисто Там тоже все чисто Я не знаю Я не знаю Слышал? Бл*** Бл*** ты где? Иди сюда Бл*** 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 Вытащите меня, брось меня Да б** Помоги мне пожалуйста Дур Бл*** 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 Зашел nå и телефон Телефон Олешка у меня Повезло что телефон ис-ко пара остался в ней Я посмотрю по локации На компе, где он телефон Нет Бл*** 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 Куда Ты б** За бухуру Поняли Твою мать Какого черта Тупо все пошло Пранк вышел от под контроля Бл*** Реально Бл*** 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 В�� Бл*** 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 Потом сказал, что в дороге перекрыто. Они подъехали в объезд. Жора, Тирилл, Хадик. Пока у них потерялся квадрокоптер. Все было офигенно. Потом даже они зашли четко в тот дом, куда привел Олежка. Мы налили дядь Володе. Он вырубился реально. 100 грамм налили, он полностью отрубился по реалу. Капец, все шло как по маслу. Твою мать, где нам его теперь искать? Слава богу, еще Олежка додумался кинуть свой телефон в тачке. Я еле с этими кентами договорился, чтобы у них в доме поставить кадиллак. Я не думал, что он реально вернется и попробует его угнать. Это, конечно, было просто жесть. Я не знаю, что делать теперь. Игорь, как ты мог его оставить? Я же тебе говорил быть там на месте. Пацаны ждут. Мы должны были его на кадиллаке схватить сейчас, привезти в дом. И там уже его ждали шарики и вся вот фигня для того, чтобы уже сказать, что это пранк. Я так хотел ему отомстить. Нахрена он уехал от нас в Доминикану? Тупо не вышло. Погнали быстро, бежим к Катику, потому что в любом случае нужно забрать и там все шмотки. И будем его где-то искать. Побежали. Мы прибежали на место, где стоял кадиллак. Вот, смотрите, видите? Вот здесь стоял кадиллак. Он, походу, каким-то хреном отбежал сюда быстрее нас. Взял кадиллак и просто на нем уехал. Вы прикидываете? Вот прибежал сюда быстрее. Респект с больной стеной. Он, видно, так пересрал, что он так быстро прибежал сюда и просто уехал на кадиллаке. Мы, дебилы, мы оставили ключи внутри. Срочно нужно выезжать на тачке за ним. Потому что просто выхода нет. Блин, что-то с эскалой дым. Какого хера он дымится? Блин, машина. Блин, регистратор, с**ка. Так, в конце, в конце, видишь, кадиллак завернул на заправку. Я-то все время, блин. У меня был регистратор. Блин, тупо жопа двигатели, походу. С**ка. Право, направо, заворачивай, заворачивай. Тупо направо. Так, он был где-то здесь. Я его видел. Блин, а ты не гонишь на того. С**ка. Стой, вот, вот стоит. Кадиллак. Стоит кадиллак. Стой, стой, здесь тормози, тормози. Так, выходим, выходим. Я объеду пока. Он был где-то здесь. Здесь никого нет. Тупо никого нет, что происходит. Чувак, что он бросил кадиллак? Пойдем обойдем сюда. Я тебя вот тупо не вижу. Фу-фу-фу-фу-фу. Игорь, вот он, вот он, вот он. Стой, стой, стой. Твою мать. Блин, отойдет меня, блядь. Оспокойся, успокойся. Успокой, это я, Евтушенко. Это я. Чувак, это я. Это был пранк. Пошел нахуй, успокойся, блядь, успокойся, добил. Это пранк, это пранк, чувак, это пранк. Чутка, пранк. Все нормально. Окей. Куда ты побежал, блядь, блядь? Успокойся, все, блядь, все хорошо. Все хорошо, Димончик, все хорошо. Да чуть-чуть, правда, подобно получилось, да? Мы разыграли, это все был пранк. С угненной тачкой это все пранк. Димон, все пранк. Это все был пранк, Олежка, все было подговорено. Пацаны, все, это все абсолютно было подготовлено. Мы просто не ожидали, что ты сбежишь с Кадика, чувак. Слава богу, мы тебя нашли, я уже думал, ты упетлял, куда-то мы тебя не найдем. У тебя ж ни телефона, ни связи, ни хрена нет. Я не знаю, пранк вышел реально из-под контроля на тысячу процентов. Чувак, вставай, все нормально. Давай. Кто это придумал, скажи мне, пожалуйста. Все вместе. Ты, блядь, уехал в Доминикану свою. Мы решили тебя пранкануть, отомстить. Ты что, думал, можешь просто так свалить от нас и ничего тебе за это не будет? Мы собирались себя спокойно заломать, кинуть в пранк, привезти. И в конце скажут, что это пранк и розыгрыш, и все веселье. Да ты в тупуюсь. Ты просто убежал, что я как-то чуть не умер под колесами машины. Это просто, я охеревший. Ты бери, блядь, на эту камеру, блядь. Видос будет просто пуска, я тебе отвечаю. Вот это я коптер потерял. И это все, блядь, было правда? Коптер, это уже, я так понял, сочинение обстоятельств. Но, как бы, тачку мы задумывали угнать с самого начала. Знаешь, в чем самый большой прикол? Что мы это все снимали. Мы расставили кучу камер. Мы снимали это с дрона. У нас есть куча кадров. Твои эмоции. Мы, пацаны, все это время смотрели по камерам и убирали с того, как ты реагируешь на все эти штуки. Чтобы ты понимал, даже труп, который сегодня лежал, это было протухшее мясо свиньи. То есть, вот это, вы меня поймали там в доме, заточили багажник, приехали часов пять. Даже то, что телефон остался, Олежка специально выбросил, оставил, чтобы потом мы могли найти тачку по локации. В смысле, тип такой? Че, пацана машина? Че, п***? У меня там телефон лежит, ебаный. Вот п***. Кстати, а роликсы где надо? Погоди, роликсы. Ты сейчас меня тупо разводишь, я вижу, что ты по мастерам ты герешь. Чувак, отвечаю, я... Я их выложил. В смысле? Я вспомнил. Иди на п*** руку, я знаю, ты меня сейчас разводишь. Чувак, я тебя не разводу, отвечаю. Когда мы были на болоте, я выбросил свой телефон, взял телефон Олежки. Отвечаю, у меня тогда они были, перед болотом они были. Ты не п***ешь, да? Я тебе не п***ю, отвечаю, они походу выпали у меня на болоте. Ты, да, ты, да, я... Знаешь, мне дурово, сколько они стоят? Скажи, сколько они стоят, я тебе отдам бабки. Я тебе отвечаю, я тебе отдам бабки. Чувак, б***ь, ни с***а. Думаю, не гони, я тебе отдам. Б***ь, я купил, б***ь, ну как... Мне... Ты ж понимаешь, что ты ж не п***ю на бабки. А я эти часы купил в Доминикане, когда от вас ушел. Я эти часы себе купил в честь своего первого видоса на канале, в честь первого миллиона. Я, типа, я такой, б***ь. Я думаю, эти часы я вкурашу брюликами и на десять миллионов своих я сделаю их диамантовыми. А мне еще Жоря говорил, давай я кину себе в сумку. Я говорю, да не, пофиг, пусть в кармане лежат. Я до сих пор не могу отойти от этой ситуации. Эскалейт грузят ему в жопу, а там что-то с охлаждающей системой просто потекло все и двигатель закипел. И каждый человек, кто напишет, что это постанова, я ему скажу лично, что он п***с. Потому что, б***ь, я до сих пор охуевшись с того, что произошло. И меня только что чуть не сбила машина. И знаете что? Если, б***ь, под этим видео будет 500 тысяч лайков, я пранкану пацанов так, что они просто охуеют до конца своих дней. И не забудь подписаться на канал. Если ты не подпишешься на этот, б***й, б***й канал, то ты будешь полным Димой Евдушенко, б***ь, петухом.